Есть такое явление еще месть, по порно-месть. Зачем люди рассылают свои интимные фотографии другим незнакомым людям? Знаете, это явление настолько распространенное на сегодняшний день, что даже 15-16 лет назад, в 2005 году, по-моему, еще этот термин появился в Новой Зеландии. И называется это все дело секстинг. По сути, это общение такое же между людьми, которые включают знакомство, флирт, ухаживание, заинтересованность, сексуальное возбуждение, но только перенесенное в онлайн, из ОФА. Поскольку интимные фотографии служат неким элементом для общения, для усиления возбуждения, то и посылают их с целью возбудить, получить удовольствие. Мужчины посылают это для того, чтобы, видимо, ускорить процесс. А женщины еще не успевают, видимо, если они обижаются на то, что им вот эти части начинают высылать, на появление у себя в кадре этих мужских органов. Но, с другой стороны, да, это очень хороший отсеивающий момент. Если мужчина не понимает, да, что это рановато, вот это, ну, скорее его забанить и все. Но я о положительных вещах хотел поговорить этого явления. Дело в том, что для многих скромных, да, сложно проявляющих свои эмоции, это шанс начать общаться, начать обмениваться, да, какими-то информациями о себе, начать флиртовать, научиться флиртовать. Делиться фантазиями в онлайн гораздо проще, легче, чем делать это непосредственно в постели, когда рядом с тобой, ну, человек находится, и труднее сказать или нет, или там еще как-то себя проявить. Вот, поэтому, если мы говорим о, ну, позитивных моментах, да, это раскрепощает больше, это расслабляет людей больше. И в парах устойчивых это, ну, я даже не знаю, наверное, ни одной пары, которые бы не использовали вот такую форму общения, да, сейчас. Иногда мошенники-соблазнители, да, этим пользуются, соблазняя женщину, заведя ее хорошенько, получая от нее фотографии, потом начинают шантажировать этими снимками. Или есть такое явление еще месть, порно-месть. Если пара расстается, да, то идут обещания, что все это выложится в сеть, отправится по знакомым. И у меня было несколько жертв в моей практике, женщин, да, когда на вот такую обратку они получали после расставания. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок